На официальном сайте Центральной избирательной комиссии опубликованы предварительные итоги голосования, в том числе и по нашему городу. Кому же ивантеевцы отдали свои предпочтения? 26 505 жителей города, или 76%, высказали поддержку действующему президенту Владимиру Путину. Павлу Грудинину отдали свои голоса 3823 человека, десятая часть избирателей. Владимира Жириновского поддержали 1922 избирателя, 5,5%. Ксения Собчак, вызвала симпатии 775 человек, 2,23%. Григорий Явлинский получил 451 голос, 1,3%. Менее 1% набрали Борис Титов, 328 бюллетеней в его поддержку, Сергей Бабурин, 238 и Максим Сурайкин, 222. Наши показатели по явке и голосованию за Владимира Путина выше среднеобластных и выше, чем у наших соседей Пушкина, Королев, Щелкова, но ниже, чем у Сергеева Посада. Анализируя областные показатели, можно сказать, что самую активную поддержку действующему президенту оказали Лосина Петровский. Более 90% избирателей отдали свои голоса Путину и Реутов 80%. А вот в Ленинском районе Подмосковья Путина поддержали менее 60% избирателей. Явка на выборы была выше, чем в 2012 году. Из 53,5 тысяч зарегистрированных избирателей приняли участие в голосовании более 34 тысяч. 26 бюллетеней люди унесли с собой. Явка по Ивантеевке составила чуть более 65%. Выбираем президента. За 15 минут до открытия на избирательных участках в Ивантеевке идут последние приготовления. Соблюдая все формальности, опечатывают стационарные ящики для голосования, затем переносные для голосования на дому. Естественно, вчера у нас была подготовительная работа, начиная от оснащения оборудованием избирательного участка и заканчивая сверением всех списков. На нашем избирательном участке по основным спискам было 2659 избирателей. 252 человека на этом участке в седьмой школе голосуют по заявлениям о включении в список избирателей. Первым здесь выбирает президента, заместитель главы администрации Ивантеевки Алексей Савченко. Я со своими родными племянниками, они у меня стали рано, и уже с утра меня дергали, что мы должны идти на выборы, мы должны идти на выборы. У нас как-то сложилось в семье, что вот выбор – это такой праздник. И мы всегда всей семьей с самого утра всегда приходим, голосуем, мама всегда накрывает стол, на участке мы покупаем вкусные пироги. Для нас это огромный большой праздник. На каждом участке работают наблюдатели, в том числе и от общественной палаты города и Подмосковья. Следят, чтобы не было нарушений, давления, агитации. Уже видно, что процесс отлажен прекрасно. В принципе, наблюдатели имеют достаточно большие права, и удалить наблюдателя с участком можно только по судебному решению. То есть мы такие весомые люди. 713-й участок – это улица Заводская, Задорожная, Малашка, Ленина и часть домов Центрального проезда. Всем пришедшим на избирательный участок в столь ранний час вручают сувениры с юбилейной символикой города. А что, я считаю, что обязательно каждый гражданин обязательно должен проголосовать. Чем раньше, тем лучше, чтобы до двух часов уже мы все прошли, чтобы у нас было 100%. Избирательные участки открыты до 20 часов. 18 марта 2018 года. Выборы президента Российской Федерации. Важен каждый голос. Место встречи – избирательный участок. Депутат городского совета Единорос Василий Коржев разделяет праздничное настроение большинства избирателей. Вы знаете, я уже 47 лет хожу на выборы. И сегодня пришел. Сегодня праздничный, хороший день, хорошая погода, веселые люди, радостное настроение. Приходите и вы, сделайте свой выбор. Счастья, удачи, спасибо. У наблюдателей претензий к ходу выборов нет. Передо мной стоит задача следить за тем, чтобы все проходило в соответствии с законодательством Российской Федерации. Я за то, чтобы выборы прошли весело, дружно, организованно. Чтобы каждый подошел к этому вопросу очень серьезно. Потому что это зависит наше будущее, жизнь и наших детей и внуков. Голосование идет не только на избирательных участках, но и на дому. У Нины Александровны Попериной сегодня двойной праздник. День рождения. Ей сегодня исполняется 91 год. И выборы президента страны. Поздравляю вас. Ой, спасибо вам огромное. Кошка Роза – подарок внуков. Следит за ходом голосования. Нина Александровна знает, как важен каждый голос. Ведь сама около 10 лет работала в избирательной комиссии. Каждый человек выбирает будущее своим детям, внукам, правнукам. Каждый голос имеет значение. Важно, кто у нас будет президентом. В избирательной комиссии 710 по плану 20 адресов, чтобы проголосовать могли все желающие. 18 марта 2018 года. Выборы президента Российской Федерации. Важен каждый голос. На выборы, как на праздник, первая школа встречает выборы президента Российской Федерации музыкой, флагами, отличным настроением. В 9 утра учителя выходят на праздничный флешмоб в честь сотого проголосовавшего. За сильную Россию! Ура! За сильную Россию, будущее детей и внуков! За будущее нашей страны! За счастье и здоровье всей нации! Все вместе, все дружно и только вперед! Голосуют с семьями, с детьми. На 721-м избирательном участке малыши, которые еще не имеют права голоса, но пришли на выборы вместе с родителями, получают развивающие презенты от Ивантеевки. Ни один ребенок с нашего участка без подарка не уходит. Праздник организован замечательно. Мы на нашем участке ждем всех ответственных граждан нашего города и вообще Российской Федерации. Ивантеевцы не просто ставят галочку в бюллетене, но и со всей ответственностью дают наказы будущему президенту. Чтобы больше о людях думал. Я думаю так. Думаю так. Ждем развития какого-то страны, чтобы больше внимания было для внутренней политики. Сделать жизнь наших людей лучше. Врачи охраняют наше здоровье и делают наше поколение молодое и старше здоровыми. А учителя создают интеллектуальный потенциал будущего нашей России. Чтобы у нас все было лучше и все, чтобы становилось замечательно. Главное, чтобы был мир, но наш бронепоезд стоит, и пусть они не переживают. Здравствуйте! Здравствуйте! Свой выбор делают и депутаты городского совета. Галина Лобанова, директор 6-й гимназии, голосует в первой школе. Я хочу, чтобы страна процветала, чтобы нападок на нее не было, чтобы мы жили спокойно, счастливо, обеспеченно. И чтобы наш город был самым замечательным в Российской Федерации. После 11 наплыв идет и после 2. Поэтому мы ждем. Надеемся, что будут прекрасны люди, все положительно настроены. И, судя по органам, уже смотрите, сколько у нас там на данной ситуации, сколько уже бюллетеней проголосовавших. В Ивантеевке в день выборов проходит фотоконкурс. На каждом избирательном участке установлена инстарамка. Выкладывайте фото в Инстаграм. Три публикации, набравшие максимальное количество лайков, будут отмечены призами. 18 марта 2018 года. Выборы президента Российской Федерации. Важен каждый голос. Можно? Да. Глава Ивантеевки пришла на свой избирательный участок ближе к вечеру, когда более половины избирателей уже проголосовала. Опускала с радостью, но с чувством волнения. Потому что день сегодня очень важный. Событие, которое определит нашу дальнейшую историю, не только нашего любимого города, и не только нашего родного Подмосковья, но и всей нашей большой страны на следующие 6 лет. Поэтому это очень решительный шаг. Я к этому подошла ответственно. На 20 избирательных участках ивантеевцы отдают свои голоса за президента. В Ивантеевке побывал и Сергей Кирселян, депутат Московской областной думы. Проголосовал он у себя в Королеве. К нам приехал с поддержкой. Я был на нескольких участках, и мне удивляет и радует, какая активность сегодня. Особенно вот здесь, на Центральной площади, людей очень много. Действительно получается всенародное событие, всенародное голосование. Явка избирателей публикуется на официальном сайте ЦИК. На ресурс в Центр избиркома поступают все данные о явке избирателей. Контрольное время – в 10, 12, 15 и 18 часов. Если в первой половине дня у Ивантеевки показатели были чуть ниже областных, во второй половине дня – чуть выше. На каждом участке дежурят сотрудники полиции, Росгвардия. На некоторых – члены народной дружины Пушкинского хуторского казачьего общества. По словам правоохранителей, нарушений общественного порядка не было. Убежден, что мы все сделали правильный выбор и с оптимизмом смотрим в будущее. Мы ждем поступательного развития нашей экономики. Мы ждем укрепления обороноспособности нашей страны и дальнейшего процветания России. Праздничный настрой выборов 18 марта 2018 создавался не только осознанием сопричастности к главному политическому событию страны, но и стараниями всех, кто любит наш город и его жителей. Работники культуры и молодежь, педагоги и школьники – все старались, чтобы хорошее настроение царило не только на избирательных участках, но и по всему городу. На 18 часов явка по области составила 56,46%. По Ивантеевке – 58,6%. По явке избирателей мы обогнали, во всяком случае пока, Красноармейск, Пушкино, Королев и Щелково. 18 марта 2018 года. Выборы президента Российской Федерации. Важен каждый голос. На избирательном участке номер 712 в пятой школе голосуют жители домов по Задорожной, Дзержинского, Первомайской и Советскому проспекту. Желающие сделать свой выбор начинают активнее подтягиваться ближе к полудню. По открепительному удостоверению свой выбор делает первый заместитель главы администрации Максим Красноцветов. Я свой выбор сделал. В целом все проходит вроде бы спокойно. Наблюдается очень большая явка. У очереди, обратите внимание, сколько людей. У людей прекрасное настроение. Все идут, голосуют. Ивантеевка голосует. Поэтому все идет в штатном режиме. Я надеюсь, что сегодня мы сделаем выбор. Мы выберем не просто президента нашей страны, а выберем наше будущее. Среди наблюдателей активные жители, члены общественной палаты города. Следят внимательно. На 11 утра на участке номер 712 без нарушений. Активность сегодня очень высокая. Люди идут. Причем надо отметить, что люди идут разновозрастные. Идут и пары с маленькими детьми, и пожилые люди. Обычно как-то вот волнами. А сегодня вот как раз вот идет вот разное население. Мой долг как общественного деятеля нашего города. Поэтому я и записалась в ряды наблюдателей на голосование. Рады видеть на избирательном участке знаменитого ивантеевского космонавта Александра Иванченкова. Выбирать дальнейший путь развития России в пятую школу он приходит с особым чувством. Ровно 60 лет назад Александр Сергеевич с золотой медалью окончил именно это образовательное учреждение. Космонавт уверен, впереди много задач. Эти задачи значимы для всему поселению. Но среди вот этих задач у нас определенное внимание уделил. Задача, я бы назвал, возрождение малых российских городов. Число которых, ну и Савантеевка. Вот почему я с удовольствием прежде всего пришел здесь, в Ивантеевск, чтобы опять проголосовать с особым чувством. Я вот сейчас проехал немножко по Ивантеевке. Вспоминая Ивантеевке прошлых лет и сейчас, многое заменилось. Но я голосую за то, чтобы изменения продолжались. В знаменательный для России день – воссоединение с Крымом. Жители приходят на избирательные участки как на праздник. Проявляют свое право как граждане великой страны. Мы выбираем президента России. И это праздник. И это праздник для всех жителей нашей необъятной страны. И вот сегодня с такой активностью на избирательные участки идут наши жители. Просто сердце радуется. Таким образом мы проявляем свою любовь, свой патриотизм. Россия есть, была и будет сильной и неделимой. Всего на избирательном участке, размещенном в пятой школе, зарегистрировано 2222 избирателя. 18 марта 2018 года. Выборы президента Российской Федерации. Важен каждый голос. Идти на выборы или нет – в многодетной семье Колесниковых этот вопрос не стоял. Голосуют всегда и прививают к культуру избирательного права детям. В этой семье подрастает 9 будущих избирателей. Вот у нас Василий есть такой мальчик. Он очень ждал этих выборов. Он даже плакал, что ему только 6 лет и он не может проголосовать. Ему хотелось выразить свое желание какое-то, выразить свою поддержку. Поддержку Василий и его сестрички выражают, помогая маме опускать бюллетень. Словно присоединяются к ее выбору. Выборы нужны для того, чтобы у нас был хороший президент. И еще, чтобы люди могли проголосовать, за кого они хотят. Чтобы привлечь родителей на избирательные участки во всех школах в течение всего дня, организованы многочисленные спортивные соревнования. В 6-й гимназии проходят веселые старты, мега-матч по потешному футболу, пионер-болл, настольный теннис. Впервые в Авантеевке на выборах представлена столь масштабная культурно-развлекательная программа. Это и мастер-классы по восточным и уличным танцам, фольклор и танцевальные марафоны в каждом учебном заведении. Важно, чтобы они понимали, что это очень важно для всех, для взрослых и для них, для их будущего. Нужно вместе с ними приходить. Это праздник. Почетный житель города Лариса Толкачева сегодня уже побывала на поздравлении впервые голосующих и, наконец, делает выбор сама. Мы народ-носитель власти. Единственный и суверенный. И делегируем эту власть тем, кого мы избираем. Значит, это очень важно. Иначе мы так будем населением, иногда электоратом. А хочется, чтобы мы были народ всегда. Выборы президента проходят в России раз в шесть лет. От сегодняшнего выбора зависит наше завтра. 18 марта 2018 года. Выборы президента Российской Федерации. Важен каждый голос. Преемственность поколений. В седьмой школе на участке 713 голосует ветеран Великой Отечественной войны Юрий Игнатьевич. Полковнику Советской Армии. 91 год. Сегодня на участок он пришел с дочкой и внуком. Уважаемая молодежь, сегодня мы голосуем за наше счастливое будущее. Сегодня очень важный день в жизни нашей России. Сегодня мы избираем президента. Для молодежи на участках 713 и 714 подготовлены сюрпризы и подарки. Внешние аккумуляторы, аксессуары, а также сертификаты на разовое посещение, ледовые арены, бассейна, спортивных занятий в Олимпе. Многие впервые голосующие – это выпускники седьмой школы. Попадай. Папа. Ваше участие. Очень доброжелательно встретили, очень комплименты сказали, очень все милые, хорошие. Настроение хорошее. Потому что мы убиваем будущее из своей страны, чтобы мы жили в процветающем обществе, чтобы наши дети жили в достатке. Александр Ракин пришел на участок с женой и дочкой. Наш город всегда отличался своей активной жизненной позицией. Я благодарен жителям Иванкеевки, видя, как сегодня они активно приходят на избирательные участки. Я проголосовал по месту жительства в школе номер 7. И я вижу, как здесь все организовано, как активно голосуют наши жители. Самое главное, что они идут с улыбками на лице. Самое главное, что они идут, скажем так, очень воодушевленные. И я уверен, что каждый из них понимает, что важен каждый голос. Сегодня в седьмой школе не только голосуют. Здесь награждают юных интеллектуалов, победителей различных конкурсов. Поздравляют впервые голосующих и показывают концерт для родителей. 18 марта 2018 года. Выборы президента Российской Федерации. Важен каждый голос. Наталья Короткова сегодня выступает в необычном амплуа. Впервые она ведет прием населения на избирательных участках на выборах президента от Центральной городской больницы. Ивантеевская ЦГБ отвечает на вопросы. Готова рассказать о работе нашей ЦГБ. В частности, о работе нашей лаборатории, поскольку я являюсь заведующей лабораторией. В общем, с любыми вопросами, которые люди обращались, я давала советы, ответы. Врачи и специалисты городского здравоохранения вели прием до двух часов дня. Затем помогали организовывать голосование в самой больнице. К обеду свой выбор сделали около 70% сотрудников больницы. Городская больница голосовала и продолжает это делать. И до сегодня, до восьми вечера, все сознательные граждане, сознательные сотрудники проголосуют исполнить свой гражданский долг. То есть я лично проголосовал сейчас на участке 709. Очень этому рад. Я голосовал за светлое будущее нашей страны. Участок 709 располагается в филиале Московского политеха. Всего здесь около 3000 избирателей. Более 50 человек голосуют на дому. Все работает у нас в штатном режиме. Избиратели идут, жалоб нет. Вот, и надеемся, так и продолжим. Пришла отдать свой гражданский долг и проголосовать на этом участке. Масштаб, масштаб. Это президент, это наша страна. И от этого, от нашего выбора зависит будущее нашей страны, в каком направлении она будет двигаться и с кем она будет двигаться. Поэтому, конечно, выборы президента – это огромное событие, это праздник, на который надо прийти, отдать свой голос. По состоянию на 17 часов, по информации Общественной палаты Ивантиевки, на избирательных участках города нет ни одного нарушения. 18 марта 2018 года. Выборы президента Российской Федерации. Важен каждый голос. Симафорная азбука, горячий чай, игры на свежем воздухе. Ставший традиционным фестиваль «Выходи гулять» снова собирает горожан. Праздник стартует в 12.30. Пока одни жители голосуют, другие спешат поучаствовать в городских гуляниях. Особенно радуются маленькие ивантиевцы. Избирать президента им пока рано. Однако атмосферу всеобщего праздника они улавливают на ура. Во второй половине дня голосующих развлекают программой на 719 участке КДЦ Первомайский. Выступления артистов, а также веселые конкурсы и праздник для самых маленьких. На участке от желающих проголосовать нет отбоя. Избирать своего президента сегодня пришел и Дмитрий Грачев. Праздничное настроение и солнечное. К лучшему стремиться. Наш долг – выбирать президента. Мне кажется, в стране мир будет. И у нас будет в городе глава города Ковалева Елена наводит порядок. Красоту города. На участке 719 на 15.00 явка составила 43%. У каждого жителя своя причина – сделать выбор на ближайшие 6 лет. Наверное, пусть будет так, как есть, и будет еще лучше. Лучше что-то. Не знаю, дороги самое главное. На каждом участке ведется веб-трансляция в режиме реального времени. Наша съемочная группа попала в объектив избирательного процесса. На три часа пополудни явка в Авантеевке составила 45%. 18 марта 2018 года. Выборы президента Российской Федерации. Важен каждый голос. Евгения Евстигнеевна всю жизнь голосовала сама. Но в 95 решила устроить себе праздник и пригласила избирательную комиссию к себе домой. Паспорт, подпись, бюллетень и опломбированный ящик. В голосовании на дому – все по-настоящему. Надо голосовать за сильного президента. Чтоб наша Россия была крепкая, сильная и защищенная. Чтоб молодежи, мужа жизнь прожили, наше поколение. А чтоб вам жилось бы хорошо. И берегли бы свою родину. От участка 721 по избирателям ездит уже вторая за сегодняшний день выездная комиссия. Их участок – нечетные дома по улице Толмачева, начиная с 11-го. Общение с людьми. Много людей. И знакомых встречаешь. И узнаешь многих. Поговорить. И все рассказывают там какие-то свои житейские проблемы. Очень встречают дружелюбно. Хорошо встречают. Всего на 6 часов вечера в 721-й участок с просьбой проголосовать на дому обратилось 27 человек. 18 марта 2018 года. Выборы президента Российской Федерации. Важен каждый голос. Последние минуты перед закрытием на избирательном участке – 711. Впервые голосует Сергей. Месяц назад ему исполнилось 18. Вам, молодой человек, как впервые голосующему этот билет на бесплатное посещение катка. Это наша кружка. Это зарядное устройство. Чтобы вы всегда были. Примечательно, что Сергей пришел проявить гражданский долг, несмотря на обстоятельства. Вот так уж вышло то, что я поступил в больницу. Я заболел. Взимаю, все такое. Заболел ангиной. Всего на этом участке зарегистрировано 2314 избирателей. Более половины из них сегодня выбирали свое будущее. Явка однозначно превысила 50%. Очень много людей пришло. Даже в полдень тут были большие очереди до входа. Люди вроде как нервничали. Но нам удалось их успокаивать. Ровно в 20.00 все избирательные участки закрылись и начался подсчет голосов.